Около часа назад стало известно о задержании мужчины, который может быть причастен к убийству матери и ее 12-летнего сына на севере Москвы. По данным СМИ, это москвич, который уже ранее был судим за тяжкие преступления. О вероятных мотивах убийства расскажет Екатерина Побокова. Дело о двойном убийстве на севере Москвы, похоже, почти раскрыто. СМИ сообщают, предполагаемый преступник задержан. С минуты на минуту начнется его допрос. Минувшую ночь жильцы дома по улице Софьи Ковалевской запомнили надолго. Спать здесь не ложились почти до самого утра. Известие о том, что в квартире на девятом этаже жестоко убили мать с сыном подростком, вывело на улицу весь подъезд. 35-летнюю Екатерину, ее 12-летнего сына, обнаружила мать женщины. Она забеспокоилась, что родственники больше суток не выходят на связь. Приехала в гости из Владимирской области. Войдя в квартиру, обнаружила тела родственников и рядом орудие убийства нож. Судя по всему, мать с сыном сопротивлялись до последнего. На их руках обнаружили множественные порезы. Но это их не спасло. И женщине, и 12-летнему подростку жестокий убийца нанес более 30 ножевых ранений. Первым, на кого пали подозрения, вот этот мужчина. Кстати, судя по фото, большой любитель ножей. Он также, как и Екатерина, родом из Владимирской области. Встречаться они стали после смерти мужа Екатерины. Супруг женщины скончался от инсульта год назад. А уже вскоре новый возлюбленный переехал к матери с сыном. Он такой статный, хорошо одетый мужчина. Прилично? Да, достаточно прилично. Соседи, говорят, видели, как вечером 6 ноября Екатерина и ее возлюбленные возвращались домой. Что случилось потом, теперь выясняют следователи. Мужчину задержали наутро, после обнаружения тел. А несколькими часами ранее правоохранители поймали подозреваемого в еще одном жестоком преступлении. Равшан Шабаев может быть причастен к убийству 52-летней женщины, которая трудилась провизором в аптеке. Злоумышленник напал на нее в лифте. Москвичка пыталась сопротивляться и кричала. Но это не помогло. Преступник нанес ей больше 10 ножевых ранений. А потом вытащил из кошелька 2000 рублей. Как сообщают СМИ на родине, в Азербайджане Шабаев работал полицейским. В Москве трудился продавцом на одном из рынков. По некоторым данным, он совершил несколько грабежей в районе Чертаново. Он проверяется на причастность к ряду других преступлений. В настоящее время задержанный доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, по результатам которых фигуранту будет предъявлено обвинение и избраны меры пресечения. А вот что касается подозреваемого в убийстве Екатерины Смирновой и ее сына, то его отпустили. Как выяснилось, у нового возлюбленного убитой есть железное алиби. К тому же на записи камеры наблюдения женщина перед убийством заходит в подъезд в компании другого молодого человека. На месте преступления в квартире, по некоторым данным, нашли окробавленную одежду, которая не принадлежит убитым. А вот следов на полу не обнаружили. Это может означать одно. Преступник надел бахилы. Следовательно, готовился к преступлению заранее. Правоохранители отрабатывают разные версии. Выясняют, кому могла быть выгодна смерть женщины и ее сына. Так, например, известно, что у Екатерины была тяжба по поводу квартиры с родственниками погибшего мужа. Туалира, это от деда остался сын. Сын умер. Остальные родственники, там еще были родственники, наверняка претендовали. Первая жена была у этого, который умер. Так это или нет, станет известно уже скоро. Теперь многое зависит от того, будет ли предполагаемый убийца, задержанный несколько часов назад, сотрудничать со следствием. Екатерина Побыкова, Дмитрий Камский, Вести, дежурная часть.